привет человечек а это фитнес-сервис фит-сервис автосервис я так и сказала что вы можете предложить для моей вон ласточки которые на колесиках фашек что у вас есть такого можем например ей масло поменять это машина это не бутерброд ты понимаешь да на секунду что она ездит на бензине а не на масле да у нас просто акция меняешь масло меняешь бесплатно резину на чё на резину резину меняешь на резину да я о колесах я поняла уже наркоманы наркоманские сидят на колесах все девушка так вам менять масло или нет смысле я бегом я на диете не говори масло вообще при мне не говори вот этих словечек счастливого пути вот как у нее можете сделать как у нее тоже меняем масло и резину бесплатно ногти как у нее ногти как вы ничего не понимаете свойство муки в том что она убирает абсолютно жирный блеск с волос и делает волосы более чистейшими вот так в массировала в массирование волосы муку мука на себя забирает жир тихо ляхи тоже обработаем чтобы забрало жир в любой компании есть такой друг который общается исключительно присказками у нас был такой обыжист он пятом классе нам говорил фразы типа спасибо в карман не положишь и вот в зависимости от его настроения у него фраза это менялось и мы ученики пятого а класса слышали такие фразы как спасибо в кровать не положишь спасибо машину не заправишь и самый треш конечно спасибо жопу не согреешь сейчас захожу на алиэкспресс и там за любой заказ алиэкспресс дарит 700 рублей то есть получается спасибо в карман положишь его разыгрывается годовой запас бензина то есть получается спасибо еще и машину заправишь разыгрывается автомобиль то есть получается спасибо жопу согреешь и круглосветное путешествие то есть получается не только жопу полностью согреться можно. Единственное, в чем был прав обжист, что спасибо, в кровать не положишь. Конечно же, подушка, пончик, это что за приказ... Ага, купить Алиэкспресс обжист 4.0 в пользу Алиэкспресса. Немногие знают, но белый цвет визуальненько очень сильно увеличивает объемы. Верхушечки вот так. Белый цвет он увеличивает визуально. Наверное, вот так проще увеличить. Чуть-чуть туда подсовываем побольше, чтобы ну вот оно приподняло немножечко, а побольше стало, мне кажется. Че ты, нахуй себе, насыпь белым, посыпь его, он побольше будет. Не? Короче, если тебе понравилось, подписывайся на мой канал и в следующий раз я расскажу тебе новый лайфхак, как при помощи ёршика для унитаза сделать комбайн и карьеру в Государственной Думе. Короче, 15 марта, да, я пошла в лес вот за этими заподснежниками. Выхожу на поляну, глядь, там 12 типа месяцев стоят в натуре. И март месяц самый офигевший, я отвечаю. Он говорит, типа, эй, месяц февраль, брательник, братуха, братиш, выйди за меня завтра по-братски, он говорит, а то я что-то за ним мог. И месяц февраль в натуре, говорит, без проблем, месяц март, без проблем. Завтра выйду я за тебя, послезавтра июнь выйдет за тебя. А послезавтра, с августа, мы с сентябрём все выйдем в один день. Сечёшь. Короче, я отметелила их всех корзиной, вот этой вот, да, и всё. Поэтому я в душе не знаю, кто там завтра из них выйдет. Походу, понедельник. В Челябинске они решили. Слушайте, честно, я не очень фэшн-человек. Я не понимаю вот эти вот дорогие шоу-румы. Я недавно была в шоу-руме, я захожу, и там платье, вот одно платье стоит столько, сколько вся Челябинская область целиком. Чтобы глупо не выглядеть, куплю капроновые колготки. Они же не могут стоить дорого. Спрашиваю, а сколько колготки вот эти стоят? Мне говорят, сорок тысяч. Сорок тысяч за капроновые колготки. Шо с ними-то? Они волшебные какие-то. Они там мне девственность вернут, или что? Эти колготочки очень редко рвутся. Я думаю, конечно, конечно, потому что если я их куплю, я поставлю их вон туда на полку и буду молиться на них. Я их надевать не буду. Я, может быть, не очень фэшн-человек, но я очень адекватный. Поэтому я купила себе колготки за 200 рублей. 200 рублей просто. Я могу просто ползком возвращаться каждый день, потому что на утро я могу надеть новые колготки. И еще одно утро, и опять новые колготки. И так 200 дней подряд. Колготки за 200 рублей. Могу с ними делать и вообще все, что захочу. Вот и все, вот и все. Короче, 15 марта, да, я пошла в лес вот за этими же подснежниками. Выхожу на поляну, блядь, там 12 типа месяцев стоят в натуре. И март месяц самый офигевший, я отвечаю. Он говорит типа, э, месяц февраль, брательник, братуха, братиш, выйди за меня завтра по-братски, он говорит, а то я что-то за ним мог. И месяц февраль в натуре говорит, без проблем. Месяц март без проблем. Завтра выйду я за тебя, а послезавтра июнь выйдет за тебя. А послезавтра с августом и с сентябрем все выйдем в один день. Сечешь. Короче, я отметелила их всех корзиной вот этой вот, да и все. Поэтому я в душе не знаю, кто там завтра из них выйдет. Походу, понедельник. в Келябинске они решили. Меня веселят взрослые женщины, которые говорят, Наташ, почему мужчины все лгут? Вот бы мужчины все говорили только правду. И я вот думаю, хоть бы вот нет, вот бы хоть бы нет, пожалуйста, только не мне. Митя, если бы мужики говорили только правду, у нас у каждой бы уже состоялся такой диалог. Дорогой, я не потолстела. Вообще-то потолстела. Ну, тебе же нравятся такие пухленькие, как я. Вообще-то нет, мне нравятся стройные и молодые. Но ты же со мной, потому что ты меня любишь. Ну, вообще-то, потому что я ленивый. И ту, которую я люблю, она мне не дает, а ты даешь. Бабы, давайте честно, мы не хотим слышать правду. И вы, мужики, тоже не хотите слышать правду. Когда после секса спрашиваете у своей женщины, ну, типа, ну, как оно было? Мало кто из вас хочет слышать прям правду. Что, типа, ну, было так себе средне, на троечку. Если бы я вместо тебя не представляла Алексея Воробьева, я бы и не кончила, блин. Мало кто хочет это слышать, кроме Алексея Воробьева. Вот и все, вот и все. Слушайте, уважаемые подписчики, вы понимаете же, что я не психолог и не психиатр. Но почему-то мне продолжают писать такие люди, которым реально нужны и психолог, и психиатр. Мне пишет какой-то мужик, типа, Наталья, я адекватный человек. И я вот заметила, кстати, если письмо начинается с фразы я адекватный человек, значит, дальше я очень сильно засомневаюсь в этой фразе. Вот он пишет, я адекватный человек, я так считаю. Если жена изменяет, это ее вина полностью, это она виновата, она шлюха. А если изменяет муж, это его жена виновата, что она его до такого довела. Я сначала хотела возмущаться, типа, дебила ты кусок, а потом думаю, так ты прав, во всем всегда виноваты женщины, потому что тебя же тоже родила какая-то женщина, не могла вовремя аборт сделать. Поэтому ты молодец. Не связывайся с женщинами, не дай бог еще кого-то от тебя родишь. Нафиг. Вот и все, вот и все. На самом деле, здесь нет какой-то личной темы, то есть никаких проблем, все на своих местах, и даже если мне не нравятся какие-то форматы, в которых, например, ты работаешь, ты и ты, ты неважно, я уважаю вас за то, что вы держите планку, в любом случае это круто. Но из всех, то есть здесь, ну, жарахов топ, потому что этот чувак делает творчество, а все остальное, типа... Можно поменяться? Серьезно. Поменяться нельзя. Ну, сейчас, мы еще не начали работать. Амфера, конечно, была наколена. Я понимаю, начнете работать так, значит, будет интереснее. Придется, придется. Не, мне нравится та тема, то, что ты не относишься к блогерам, я тоже стараюсь это делать, потому что, ну, 90% того, что здесь происходит, там... Такой, знаешь, Наташ, твоей казался достаточно надменный парень, он сразу же начал расставлять нас по рейтингу и по местам, и при этом он не относит себя к блогерам. Окей, ну, я... соблюдаю субординацию, в смысле, я же там никого... Итак, чтобы приготовить ботильоны, мы берем, как бы, обычный мужицкий носок. Носок, он теоретически и географически он, как бы, состоит из двух частей. Как бы, носок. Носок состоит из носка. Вот такая фантазия была у человека, который создал эти чудодейственные носки. Классно, если у вас дома есть ноги, ноги, если у вас есть ноги, то у вас, скорее всего, получится мой лайфхак. Берем этот антикреативный носок и отрезаем вот здесь на пяточной доле, отрезаем, как бы, дырку. Вот, прорезаем, как бы, дырку, ну, по возможности, чтобы она была небольшая, такая, как в бюджете у нас в Челябинске. И надеваем на туфли. Смотрите, девчули, и у вас нью, абсолютно нью, ботильоны. Если ваш муж спросит, откуда у тебя... Слушайте, я конфетоголик, и мне не нравятся люди, которые сами не едят сладкое и другим запрещают. У меня просто подруга есть такая. Она постоянно на правильном питании. Сладкая, а-а-а, полусладкая, жрет как не в себя, но это как бы правильное питание такое. И она постоянно говорит, что, типа, Наташ, твои конфеты сокращают тебе жизнь. И вот, честно, ни разу не было такого, что я день не поела конфеты, да, и у меня с утра линия жизни вот так в подмых ушла. Ну, удлинилась, блин, сильно. Не было такого. И вот, и она мне говорит, отучаемся от конфет так. День не поела конфет, пошла в магазин, побаловала себя чем-то. Красивым платьем или красивой сумкой. И вот я вчера не поела конфет, пошла в магазин и купила себе две красивых сумки. Смотрите, какие. Это просто сумки. А внутри то, что надо. Это женские штуки. Слушайте, моя книга бывшая признана самой полезной книгой года. 70 тысяч экземпляров проданы на данный момент. И самый прикол, что один мой бывший, который говорил, ну, я не могу платить алименты. По итогу заплатил алименты вот таким способом. Девочки мои, чето бы добиться нежности, стирайте вашего парня лаской со вкусом нежности и промежности. Да. два года назад меня подруга пригласила на свою свадьбу, я не успела схудануть. И я надела корректирующие колготки, прям полчаса их надевала, еле влезла. Тройнее меня была на свадьбе только 10-летняя дочь невесты от первого брака. Ко мне даже мужик стал приставать, что типа Наташ, во имя счастливого брака свидетели должны переспать друг с другом. Я думаю, блин, зачем ты мне это рассказываешь? Ты не свидетель, я не свидетельница. Ну, переспать на свадьбе это святое. И мы пошли. Срывает с себя рубаху, я снимаю колготки, он срывает с себя джинсы, я снимаю колготки, он срывает с себя труселя, я снимаю колготки, и он еще минут, наверное, 10 смотрел, как я пытаюсь снять с себя колготки и спрашивает, слушайте, а зачем вы, женщины, утягиваете себя ляхи? Видно же, что они жирные. Так вот, девочки, утягивающие колготки это не просто колготки, это средство предохранения от дебилов. Вот и все, вот и все. Выясните мне, что такое натуральная красота, за которую вы все сейчас ратуете? Мне просто подписчица сейчас написала, типа, Наталья со своими стрелками толстенными, вы выглядите как шлюха, сейчас в моде, но мейкап алнэчералл. Я думаю, сейчас я зайду к тебе в инсту, посмотрю, что у тебя там, но мейкап. И захожу к ней в инсту, и самое обидное, у нее реально фотки без мейкапа, она не красит лицо, но она красивая. А потом присмотрелась, у нее брови, это татуаж, межресничка татуаж, губы татуаж, и даже ровный цвет кожи, она сделала татуировку нормального лица на своем еблитосе. Но я желаю тебе только добра, и шубу из бобра, и мужика красивого, и чтобы ты родила дочь от этого мужика красивого, которая была бы вся в тебя. И когда твой красивый мужик спросит, а почему у нас дочь такая стрёмная, в кого она? Вот своему мужику и объяснишь теорию про алнэчералл. А я крашу стрелки для того, чтобы указать направление, куда идти тебе в жопу. Вон туда. Вот и все, вот и все. Слушайте, вы все знаете, что у меня дома живет огромный суровый челябинский пес Серик. И единственное не суровое, то что он ходит в туалет дома на пеленочку, как маленькая собачуречка. Я пыталась научить его ходить на улицу. Я брала пеленку, клала ее под дерево, типа, смотри, Серик. Серик, смотри, а? Понял? Нет? Понял? Он на меня так посмотрел в этот момент, типа, хозяйка, что с тобой не так? Ты что меня позоришь? Что-то я не видел, хозяйка, чтобы ты ссала под березу. Там просто, ну, был случай, но я не рассказывала об этом случае Серику. Ой, пес хочет быть похожим на меня. Мне кажется, он скоро свой сучий бьюти-блог какой-нибудь записит. Я эти пеленки покупаю на Пандао и вчера захожу заказывать, а там скидки на технику до 50%. Там, Сиоми за 4 тысячи можно купить. Короче, ссылку на Пандао я оставляю под видео и нам всем нужно запастись пеленками, потому что там обоссаться. Какие скидки. Вот и все, вот и все. Моим сыновьям по 12 лет, но иногда, честное слово, они ведут себя как маленькие дети. Тимур, у нас этих киндер-игрушек и так по всей квартире. Ты взрослый человек. Это ты как сделал? Это не я сделал, это сделал ядодил. Ядодил среди своих пользователей разобрет кучу призов. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно покупать продукцию грантов простоквашина или киндер. Я ядодил, ягожу. и буду ядодить. Я ядодил, ядожу. А где, а где призы? Тима, где призы? Мам, надо просто сканировать чеки в приложении ядодил. Я, кстати, так и подумала. А где мои чеки? Все. Это точно хайп-хэмп. Самый стильный чайчик на этом браке. Это что за говно? А зачем это все? Это, мне кажется, это будет очень отвлекать блогеров от творчества. Давайте их на улицу выселим, а мы с Соболевым будем здесь жить. хуже, чем было, уже не будет. Ты, блин, закрытый весь сам в себе. Ты самостоятельный. То есть, есть такие люди, они закапсулированы. Все, тебя не поддеть. И любовь, с первого взгляда, и ненависть, любая эмоция яркая. Это надо брать. Это лучшее литоблюдство. Интересно, но очень сложно. Мы что-нибудь придумаем. Первые 100 тысяч набрать, как нифиг нафиг.